Дифференцируемые отображения Вот, наверное, надо сказать несколько слов об обозначении Значит, вот у нас есть отображение F из некоторого открытого множества G G – это подмножество RD Открытое Значит, эта ситуация у нас будет повторяться практически все время Поэтому я, может быть, даже я не знаю, стоит ли вам писать Просто напоминание пока что Ну, вот Вот, и вот отображение F дифференцируемо в точке X0 из G Если F от X плюс H минус F от X представима в виде действия некоторого линейного оператора на X минус X0 Плюс, ну вот, некий треостаток, который является маленьким от X минус X0 Когда X стремится к X0 Значит, а это линейный оператор И обозначение, значит, он называется дифференциалом отображения И одно из основное обозначение, которое я использовал, по-моему, было такое D, F, X, это значит X0 А дальше Ставилась звездочка Для того, чтобы подчеркнуть, что эта функция на самом деле Такое отображение Но бывают и другие обозначения Бывают обозначения D, F от X Я думаю, что в разных книжках можно встретить и еще пару-тройку разных обозначений для дифференциала Так, значит, это было основное определение Ну, что еще? Значит, вот мы выяснили, что функция дифференцируема в точке тогда и только тогда, когда координатное отображение дифференцируемо в этой точке Так, это вы вспоминаете Дальше Ну и при этом, значит, вот дифференциал F от X0 Он может быть записан, расписывается, естественно Если, значит, вектор писать как вектор-столбец Значит, D, F1 Это первое координатное Можно здесь X поставить X0, X И так далее D, F M X0, X Такая связь между дифференциалом И Дифференциалом функции И дифференциалами Координатных отображений Дальше Говорили о производных по направлению Некоторое время Но не вводили Не вводили По-моему, я так и не ввел какого-то разумного обозначения для производной по направлению Производная по направлению Она Направление V Это вектор В нашем Rd В нашем Rd Значит, это D, F Я думаю, что может быть Нет, V лучше ставить вот здесь В D, V, F X0 Ну и дальше все И дальше ничего не надо Значит, это производная по направлению Значит, мы знаем, что Это производная по направлению Совпадает со значением D, F, X0 В точке В На векторе V Так, если что-то Незнакомое Или не соответствует тому, что вы думаете Что вы знаете Вы меня спрашиваете Как обычно Так Хорошо Дальше Следующее Еще последнее, пожалуй Дальше Производные Значит, если у нас В Rd выделен базис Ежи То производные по направлениям Ежи Называются частными производными Вот И обозначаются они D, F D, X, G От X Это обозначение для частных Производных Ну и Если у нас есть Отображение Из Rd, Vrn Vrm, скажем То тогда у нас возникает Если выделенный Vrm Тоже выделен базис То в этих базисах Действие Наш оператор D, F От X 0 X Или H Можно Запишется В виде Матрицы Действия матрицы На вектор H D, F D, F D X 1 От X D F 1 D X 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 12 13 14 15 15 15 15 15 15 18 19 19 20 21 22 21 22 22 23 23 23 23 24 23 23 25 25 25 24 25 25 25 26 26 27 28 28 29 30 Отображает ВР, уже открытое подмножество ВРД, отображает ВРН. Нет, сейчас, извините, в данном случае мы говорим об экстремуме, значит, ВР1, естественно. Ну вот, сначала нужно определить, что такое локальный экстремум, потому что речь идет о необходимых условиях локальных экстремумов. Ну, интуитивно это должно быть понятно. Значит, функция, вот она задана у вас в некоторой области, в ВСЖ. Вот вы берете точку Х0, и в этой точке, мы говорим, что в этой точке, сейчас мы запишем точное определение, я просто хочу сначала проговорить это, что наша функция имеет локальный максимум. Если существует такая окрестность, можно взять в виде шарика, она не обязательно, такая окрестность точки Х0, что для любой точки Х из этой окрестности значение функции в этой точке не больше, не превышает значение функции в точке Х0. Ну, совершенно очевидно, такое естественное определение. Значит, вот, если представить себе РД в виде вот такой линии, а здесь нарисовать график функции, то, ну вот, вот локальный максимум. Вот Х0, значит, Ж изобразится в виде отрезка в данном случае, ну, а вот нашлась окрестность, в которой значение функции больше, чем во всех других, больше либо равно, чем во всех других точках. Ну, и совершенно логично формулируется локальный минимум. Это понятно, да? Ну, давайте запишем это определение. Теперь надо все записать. Значит, мы говорим, что Ф имеет в точке Х0 локальный максимум. Если существует такая окрестность В от Х0, окрестность точки Х0 такая, что для всякого Х из этой окрестности Ф от Х не превосходит Ф от Х0. Ну, и Ф имеет локальный минимум. Если повторить все то же самое, но не равенство заменительно-предположенное, но можно сказать еще и иначе. Если минус Ф, функция минус Ф имеет локальный максимум в этой точке, это тоже понятно. Если минус Ф имеет в Х0 локальный максимум. Первая теорема. Теорема 1. Да, ну и, значит, естественно, нужно еще сказать два слова, что мы говорим, что функция Ф имеет в точке Х0 локальный экстремум, если там или локальный максимум, или локальный минимум. Значит, вот слово экстремум заменяет эти два термина одновременно. Ну, вот, значит, так предположим, что Ф дифференцируема в точке Х0 и имеет там локальный экстремум. Локальный экстремум. Ну, вот тогда градиент Ф в этой точке равен нулю. Ну, это соответствует тому, что вы знаете о дифференцируемых функциях одной переменной. Если у вас есть локальный экстремум, то тогда производная равна нулю. Правильно ведь? Если функции дифференцируем, а из R1 в R1 в одномерном случае. Вот. Ну, а здесь производная заменяется градиентом, естественным образом. Давайте доказывать утверждение. Доказательства. Ну, давайте допустим противное. Допустим, что это не так, что градиент Ф от Х0 равен некоторому А отличному от нуля. Проверим, что это предположение ведет к противоречию. Ну, вот если это так, если градиент отличен от нуля, то тогда существует В вектор такое, что АВ не равно нулю. Почему так? Ну, как, если вектор отличен от нуля, то тогда всяко найдется вектор, для которого скалярное произведение отлично от нуля. Правда ведь? Ну, теперь будем рассматривать Т, сходящиеся к нулю, и напишем следующее. Что, что Ф от Х0, так, мы рассматриваем Х0, да? Значит, Ф от Х0 плюс ТБ минус Ф от Х0. Значит, поскольку А – это градиент, это будет как раз АВ, АТБ. Это ТБ плюс, ну, некоторый остаток Фи от Т, такой, что Фи от Т есть у маленькой от модуля Т. При Т стремящемся к нулю. То есть, это вытекает, понятно из чего, из предположения о том, что функция Ф дифференцируема в точке Х0. Так, хорошо. Ну, перепишем это так. Ф от Х0 плюс ТБ равняется Ф от Х0 плюс АВТ, Т выносится, плюс Фи от Т. Теперь, что у нас будет происходить, когда Т стремится к нулю? Значит, вот смотрите. Значит, АВ у нас, вот это скалярное произведение, отличное от нуля. Значит, этот член пропорционален Т, а Фи от Т есть у маленькой от Т. Так что, если, скажем, интуитивно понятно, что Фи от Т будет несущественным, и, значит, понятно, что мы сможем при достаточно малых Т, мы получим здесь величину, скажем, если мы сейчас предположим, что Ф от Х0 – это локальный максимум. А в то же время мы можем предположить, что скалярное произведение АВ положительно, тогда будем рассматривать положительный Т. Если скалярное произведение отрицательное, будем брать наоборот Т отрицательное. Значит, получим что-то плюс положительный член, плюс что-то О маленькое от этого члена. Значит, получим значение большее, чем Ф от Х0, и тем самым получим противоречие. Понятно? Идея понятная. Ну, хорошо. Значит, итак, давайте предположим, что пусть Х0 – локальный максимум. Локальный максимум. Без ограничения общности можно считать, что АВ больше нуля. Это скалярное произведение больше нуля. Если нет, будем рассматривать, просто заменим Т на минус, будем рассматривать отрицательное Т. А если больше нуля, то возьмем Т больше нуля. Ну и что у нас получится? У нас получится, что тогда для любого Эпсилен больше нуля, мы найдем такое дельта больше нуля, что при достаточно малых Т, при Т между нулем и дельта, вот этот член Фи от Т, модуль Фи от Т, будет меньше, чем Эпсилен Т, поскольку это малое от Т. Ну и тогда что у нас получится? У нас получится, что Ф от Х0 плюс ТБ будет больше либо равно Ф от Х0 плюс АВТ, так, поскольку, плюс-минус Эпсилен на модуль, Эпсилен на Т. Ну и, соответственно, теперь, поскольку это для любого Эпсилен, ну давайте выберем Эпсилен так, чтобы оно было меньше, ну скажем, уравнялось скалярному произведению АВ пополам. Значит, возьмем Эпсилен АВ на одну вторую. Тогда получим, что это больше либо равно Ф от Х0 плюс АВ пополам на Т. Ну вот, получили, что в достаточно малой окрестности значение функции Ф от Х0 плюс ТБ превышает значение, причем в сколь угодной близости от точки Х0, но это противоречит определению, предположению о том, что в точке Х0 локальный максимум. Это понятно? Ну вот, картинка вот простая. Значит, вот у нас был локальный максимум в точке Х0. Вот это наш вектор Б, вдоль которого мы двигаемся. Вот мы рассматриваем Ф от Х0 плюс ТБ. Ну вот, мы получаем, что здесь вот функция ведет Ф от Х0 плюс что-то линейное локально. Ну так и понятно, что это противоречит тому, что мы предположили. Значит, есть ли у вас… Значит, как меняются эти все рассуждения? Если у нас не локальный максимум, а локальный минимум. Если локальный минимум, значит, нужно что делать? Нужно доказывать противоположное неравенство, что мы на самом деле получим значение меньше, чем это. Ну так надо, значит, соответственно, опять-таки, в зависимости от знака скалярного произведения А и Б, ну, брать либо Т меньше нуля, рассматривать либо отрицательные Т, либо положительные. И аналогичными рассуждениями вы получите противоречия. Так что во всех случаях это верно. Так, хорошо, значит, это теорема доказывала. Так, значит, вот это необходимые условия локального экстрема. Но оно вовсе не, и вообще говоря, не обязано быть достаточно. Так, теперь следующее, что мы будем обсуждать, это обратное отображение. Свойство обратного отображения. Обратное отображение. Значит, что здесь будем предполагать? Опять-таки, у нас есть открытое подмножество РД. Точка Х0 принадлежит открытому, поэтому открытому подмножеству. Имеется отображение F из G в РД. Предполагается, что оно дифференцируемо в некоторой окрестности точки Х0. И непрерывно дифференцируемо в Х0. Значит, понятно, да, что в некоторой окрестности у нас есть функция дифференцируемо. И это, значит, у нас определен дифференциал. И дифференциал как функция от Х, это линейный оператор, он непрерывно, когда точка Х сходится к Х0, значит, у нас есть сходимость этого дифференциала в операторной норме к соответствующему дифференциалу в точке Х0. Но сходимость в операторной норме, как вы помните, эквивалентна по координатной сходимости. Так. Значит, это основные предположения. Ну вот, сначала некая подготовительная работа, значит, будет лемма-1. Лемма-1 о билипшицевости. Лемма-1 о билипшицевости. Ну, липшицевость, вы помните, да, функция липшицевой, если превращение функции по модулю мажорируется константой на расстояние между точками. Ну, а билипшицевость, когда это превращение, модуль этого превращения не только мажорируется, но и минорируется аналогичным выражением, но, естественно, с другой константой. Значит, вот давайте я здесь напишу, что понимается под билипшицевостью. Значит, функция, говорят, что функция F билипшицева, если существуют две константы, ну, в некоторой области, естественно, в области, там, я не знаю, в У, если F от X минус F от Y не превосходит C X минус Y и мажорирует X минус Y. Вот такое определение. Так вот, лемма-1. Вот при вот этих вот предположениях, вот этих предположениях, вот в указанных предположениях, в положениях справедливость следующее. Первое. Существует окрестность, скажем, У от X0, такая, что F удовлетворяет условию липшица, в замыкании U. Это первое. Теперь, а вот если предположить, что дополнительно, что дифференциал отображения F, так, я использовал F большое, а тут F маленькое, это нехорошо. Если предположить, что дифференциал отображения в точке X0 не вырожденный, то есть, что если его ядро нулевое, значит, если дополнительно предположить, давайте обозначим для краткости буквой А дифференциал F в точке X0. Если мы предположим вот это, то тогда существует окрестность У1, в которой вот у нас будет вот это вот условие F от X минус F от Y. Да, и существует и существует константа C маленькая, больше нуля, в которой выполнено вот это. для всех XY из U1, из замыкания U1. Ну, то, что здесь появляются замыкания, это автоматически на самом деле происходит, потому что, ну, смотрите, если вы, ну, скажем, вот с этим неравенцем, представьте себе, что вы для всех точек X и Y из U1 вы имеете вот такое соотношение. И если вы знаете, что функция F, она непрерывна, и функция, значит, то тогда что, переходя к пределу так, чтобы X стремилась к какой-то точке на границе, Y там тоже к какой-то точке на границе, то левая часть будет просто по непрерывности сходиться как раз к значениям F от X минус F от Y модуль, а в правой части тоже получится сходимость как раз туда, куда надо, так что просто из непрерывности будет следовать, что если мы получили такое неравенство внутри области, то и на границе для граничных точек вы тоже его получите. Это понятно? Так, хорошо. Вот два таких свойства. Ну, хорошо, давайте доказывать. Доказательства. Первая часть. по условию найдется такое дельта больше нуля, такое, что при X минус X ноликом меньше дельта, вот норма A минус D F от X не произойдет, скажем, единицы. Мне важно, что эта норма ограничена. Это вытекает из предположения о том, что из предположения о непрерывной дифференцируемости в точке X ноль. То, что я сказал, что если X близок к X ноль, то дифференциал функции в точке X должен быть по норме близок к А. Вот это здесь написано. Но только единственное, что мне вполне достаточно для дальнейшего в данном случае найти мне не нужна на самом деле полная сходимость, а просто тот факт, что оттуда вытекает вот такая оценка. Можешь, пожалуйста, окно закрыть? Да, конечно. Так. Ну, тогда ясно, что при тех же самых X-ах мы получим, что норма D, F, X вот этого дифференциала будет ограничена. Она не превосходит норма плюс 1. Это сразу вытекает из предыдущего неравенства. Ну, вот если вы вспомните и посмотрите ваши записи, то ранее было доказано, что если в некоторой окрестности норма дифференциала ограничена некоторой константой, это как раз наш случай, то тогда F от X минус F от Y не превосходит, вот если это константа С, большое, С большое, не превосходит X минус Y. Это у нас было вот в одной из предыдущих лекций. тем самым у нас есть липшицевость, так что липшицевость, это первая часть, это липшицевость, вытекает просто из того факта, что в достаточно малой окрестности точки X0 нормы операторов, нормы дифференциала будут равномерно ограничены некоторой константой. В качестве этой константы можно взять норму оператора плюс что-то. Так, это понятно. Хорошо, пошли дальше. Давайте перейдем к доказательству второй части. Значит, теперь мы предполагаем, что ядро А подождите, наоборот. тогда опять-таки из того, что было ранее сделано, значит, А это линейный оператор. И в этом случае мы знаем, что существует такая константа С больше нуля, что А З на любого З. есть неравенство в другую сторону. Так, вот это будет использоваться. И тогда понятно, как это будет использоваться. В окрестности с точки Х0 наша функция с точностью до О малого отклонения от точки Х0 совпадает со З. И поскольку для оператора А у нас есть это неравенство, а дополнительная часть есть у малая, З будет выполнять роль разности между Х и Х0, но мы получим, конечно, то, что нам нужно. Ну, давайте это оформим. Кроме того, значит, что, ну, правда, это, по-видимому, я сейчас не буду использовать. Да, это я не буду использовать. Ну, вот теперь уже по Эпсилен больше нуля, фиксируем Эпсилен больше нуля, находим Дельта больше нуля, так, чтобы вот норма А минус норма минус ДФ Х было бы меньше либо равно Эпсилен при всех Х таких, что Х минус Х0 меньше Дельта. В этой части уже мы непрерывность предположения о непрерывной дифференцируемости используем полностью. Видно, что без него доказательства не получится. Так, рассмотрим теперь такую вещь. Давайте рассмотрим такое отображение. отображение. Вот, я хочу взять Ф от Х минус А Х и как-нибудь его обозначить. Ну, пусть это будет Х от Х. Давайте рассмотрим такое отображение. Что можно о нем хорошего сказать? Ну, вот, из того, что тут написано, сразу получится вот это соотношение. просто означает следующее, что норма дифференциала H не превосходит ε, ну, вот, если Х минус Х0 меньше Δ. Ну, просто-напросто вот теперь используется обозначение H фактически для этой разности, потому что для этой так, только ну да, можно и так написать. Это одно и то же с точностью до знака. Это одно и то же. Так. Хорошо. Дальше. Дальше. Давайте рассмотрим H от Х минус H от Y. Давайте рассмотрим H от Х минус H от Y. предполагая, что Х и достаточно близки к точке Х0. Ну, тогда... это все не превосходит нормы. Дальше. Так, сейчас, одну секундочку. Так, все-таки надо, пожалуй, здесь быть чуть-чуть более аккуратным. Я хотел написать здесь, что это не превосходит нормы вот этого оператора на модуль разности Х минус Y, но это все-таки не совсем так. Есть ведь остатодобавочный член, поэтому давайте чуть-чуть более подробно напишем. Значит, это есть модуль разности ДХ от Х Y минус Х плюс некоторый остаток от Х минус У. При этом Фи это, наверное, не то же самое, что я использовал раньше. Давайте поставим Фи1, где Фи1 от Х минус У есть О малая от Х минус У. Ну, а вот эта величина уже в свою очередь не превзойдет Эпсилен на Х минус У плюс О малая от Х минус У. Вот. Ну, и, значит, при достаточно близких к Х точкам Х и У, все это будет не превосходить Эпсилен пополам на Х минус У. Ну, теперь дальше. Ф от Х минус Ф от У. Давайте распишем через, напишем следующее. Ф от Х минус Ф от У минус А Х минус У плюс А Х минус У. Понятно, что пока что ничего не изменилось, я просто добавил и вычел А от Х минус У. Вот. Но теперь я просто хочу перейти к Ж, поэтому Ф от Х минус вот вот эта часть вот это есть в точности Ж от Х минус Ж от У. Х от Х минус Х от У. Ну, поскольку А от Х минус У, это А от Х минус А от У. Так что просто по определению. Так, ну и соответственно остается еще плюс А от Х минус У. Дальше. все это больше либо равно больше либо равно А от Х минус У минус H от Х минус H от У. Ну и больше либо равно. Вспомните, значит, у нас для А есть вот это неравенство обратное. Поскольку если Х и У, собственно, для любых Х и У, больше либо равно С на модуль Х минус У, минус А Х от Х минус Х от У, у нас мажорируется вот такое величину минус Эпсилен пополам на Х минус У. Ну и теперь понятно, что если Эпсилен пополам выбрать достаточно малым, а именно если Эпсилен пополам меньше, чем вот это С, которое фиксировано с самого начала, поскольку оно связано только с фиксированным оператором А, то мы получим здесь С минус Эпсилен пополам на Х минус У. Ну вот, это и есть новая константа, которая доказывает то, что нужно. Так, так что второй пункт мы проверили тоже полностью. Теперь что можно такое замечание добавить, что вытекает из второго пункта, а именно что наше отображение F на вот этой, ну и когда мы здесь выбирали дельта, то, естественно, мы могли уменьшить окрестности, тем самым появилась эта новая окрестность U1, которая формально в моих записях не фигурировала. Так вот, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что вот в той окрестности, а именно в U1, с замыкания U1, если мы рассмотрим сужение нашей функции F на это замыкание, то в силу условия обилипшегости наше отображение будет инъективно. будет инъективно. Ну, действительно, если вы знаете, что F от X, вы берете две точки из этой окрестности, и если вы знаете, что F от X равно F от Y, то разность равна нулю, а в то же самое время в этой окрестности это разность F от X минус F от Y, мы имеем вот такое неравенство X минус Y, но из которого мгновенно вытекает, что X должен быть равен Y, и тем самым получаем инъективность отображения. Теперь следующая теорема. Теорема в обратном отображении. Теорема 2. теорема 2 в обратном отображении. сейчас в начале те же самые аналогичные предположения, что в Лемме обилипшицы дифференцируема в некоторой окрестности X0 и непрерывно дифференцируема в X0. в точке X0. Мы предполагаем, что дифференциал F в точке X0 обратимый оператор, потому что ядро невыраженный оператор. лучше в данном случае обратимый. То же самое фактически. Kernel A ядро A нулевое. Ну вот тогда давайте сюда перейдем, там, наверное, плохо видно. тогда первое. Существует окрестность точки X0 такая, что сужение F на U и биекция на О раз. Биекция. Биективно. Ну, мы знаем, что существует такая окрестность, где F инъективно в соответствии с предыдущим результатом. Ну вот, на самом деле это можно утверждать, что есть биекция. Это первое. Второе. Пусть Y0 это обозначение для F от X0. Тогда F от U в образе содержит некоторую окрестность некоторую окрестность V V от Y0 содержит некоторую окрестность V. Значит, что это означает? Ну, вот давайте картинку такую посмотрим. вот у нас есть область G, в нем точка X0. Сейчас ничего писать не надо. А здесь есть образ, вот есть окрестность X0, окрестность U точки X0. И образ этой окрестности есть F от U. F от U. Ну, и априори не ясно, что это за множество, правда ведь? Ну, вот здесь точка Y с ноликом, так утверждается следующее, что на самом деле точка Y с ноликом входит в образ вместе с некоторой своей окрестностью. Вот это утверждение второго пункта. И наконец, третья заключительная часть, что поскольку F у нас биекция на U, то это означает, что у нас определено обратное отображение, правильно ли? F минус первый. На F от U определено обратное отображение. Так вот, если это рассмотреть обратное отображение в окрестности точки Y с ноликом, ну вот тогда получим следующее, что F минус один ограничение на V дифференцируемо дифференцируемо в точке Y ноль и D F минус один Y ноль это есть в точности A минус один обратный оператор к оператору A к нашему дифференциалу. Теорема об обратном отображении. Значит, смысл такой, еще раз повторяю, что есть ли исходное отображение дифференцируемо в некоторой окрестности некоторой точки скажем X0 и непрерывно дифференцируемо в этой точке, то тогда в некоторой окрестности точки F существует некоторая окрестность точки F от Y к 0, в которой определено обратное отображение, и это обратное отображение в свою очередь дифференцируемо, и дифференциал совпадает с оператором обратным к дифференциалу исходного отображения в этой точке. Вот так формулируется это подтверждение. Ну, давайте обсудим доказательства. Доказательства первой части. Что мы доказали в предыдущей лемме? Мы доказали, что в некоторой окрестности точки X с ноликом наше отображение инъективно. Но если оно инъективно, то оно автоматически является объекцией на образ. Так что первая часть, первый пункт теоремы доказан. Ну, это понятно, да? Значит, это следует следует из леммы 1 непосредственно. Точнее, может быть, из замечания к лемме 1. Давайте сначала теперь перейдем к доказательству 2, но докажем такую вспомогательную лемму. Лемма 2. Я немножко переставлю порядок доказательства. Лемма 2. Значит, она общего характера. Вот пусть D линейный оператор. Там из некоторого эвклидового пространства в некоторое эвклидовое пространство. Из РД в РД. Да, вот я тут, кстати, я прошу прощения, все-таки, чтобы говорить об обратном отображении, чтобы все было хорошо. Я как-то не сказал, что здесь размерность та же самая, естественно. Вот это важный момент. на самом деле, когда вы предполагаете, что ядро не нулевое, то сразу некоторое ограничение на размерности получаете, но в данном случае нужно предполагать, что равенство есть. так что да, так вот, пусть линейный оператор из РД в РД. РД. Тогда, да, и пусть предположим, что он обратим. ну вот тогда существует дельта больше нуля, такое, что из неравенства из вот этого неравенства, то есть из того, что некоторый оператор Д1 близок по норме к Д, следует что оператор Д1 тоже обратим. Тоже обратим. Ну, давайте докажем Лему. Доказательства. Ну, опять-таки, используем тот факт, что для оператора Д мы знаем следующее, что Д и Х, что существует такая константа, что выполнено вот это для любого Х. Поскольку его ядро привязено. Ну, тогда надо написать следующее. Д1 Х равно Д Х минус Д1 минус ДХ больше либо равно ДХ минус 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 ДХ минус ДХ Дальше. Первый член вот этот вот. Я могу написать оценку снизу, пользуясь предыдущим замечанием. Теперь, в то же самое время вот для этого выражения мы знаем, что Д минус Д1 минус ДХ не превосходит нормы Д минус Д1 на норму Х на модуль Х. Так что здесь у нас с минусом идет, значит, если я увеличу, тем самым только улучшу оценку, я напишу здесь норма Д минус Д1 модуль Х. Ну, все, тем самым все доказано. Значит, смотрите, С минус норма Д минус Д1 мы имеем такую оценку, С, константа, которая не зависит от выбора Ха, это зависит только от Д, ну, и, если эта норма достаточно мала, понятно, что нужно в качестве Дельта брать просто число меньше С, и получится все, что нужно. Мы получим, что Д1 от Модуль Д1 от Х, что мы получим? Мы получим неравенство больше С1 С1 строго положительный. При достаточно для операторов достаточно близких по норме к Д. Но если для некоторого оператора выполнено вот это, то он обратим. Его ядро равно нулю. Тривиально. Это понятно? Хорошо. Так, лема доказана. Итак, мы теперь хотим доказать вторую часть, да? Доказательство второй части. Доказательство второй части речь идет о том, что в образе нашей окрестности у найдется в свою очередь окрестность точки Y с ноликом, которая там целиком помещается. Ну что же, давайте вот наша окрестность F от U. Давайте рассмотрим шар с центром в точке Y с ноликом. Значит, Y с ноликом это F от X с ноликом. Так, рассмотрим шар радиуса какого-то радиуса, скажем, ρ. И будем искать ρ настолько маленький, будем доказывать, что найдется такое ρ, что этот шар целиком лежит в окрестности F от U. Значит, вот то, что нас интересует. Ну, для простоты можно считать, можно считать, что сама вот эта окрестность U, она тоже имеет форму шара, правда? Всегда можно ведь уменьшить. можно считать, что U это шар с центром в X с ноль радиуса R. Ну, если R достаточно мало, то тогда отображение F на U будет Билипшицевым по предыдущей Лемме. по Лемме 1. А это Лемма 2 у нас, да? Да. Ну, вот будем доказывать, что при достаточно малых ρ B, Y, 0, ρ будет лежать в F от B, X, 0, R в замыкании. и этого уже нам хватит для отсюда мгновенно мы получим результат второго пункта теоремы. Вот, вот что мы хотим доказать. Ну, как мы будем это доказывать? Ну, давайте возьмем Y из вот этого шара. Ну, то есть расстояние Y и Y 0 меньше ρ. Ну, и рассмотрим вот такую функцию φ от Y нет, φ от X, прошу прощения, это F от X минус в квадрате. Значит, что нам нужно? Хочется доказать, что если мы выберем ρ достаточно малым, то для каждого Y из этого шара найдется X такой, что F от X равно Y. Так ведь? Собственно, это и будет означать, что целая окрестность помещается в образе. Ну, как доказывать, что найдется такой X, что F от X равно Y? Ну, вот, будем рассматривать эту функцию и будем доказывать, что у этой функции есть 0 в шаре, который здесь указан, вот в этом замкнутом шаре. так, ну, эту функцию мы как раз и определяем на вот этом шаре. B X 0 R замыкание. Ну, вот если мы применим лему 2, по лему 2, по лему 2, можно считать, ну, соответствующим образом уменьшая, выбирая радиусы, что все операторы можно считать, что все вот эти операторы DF X звездочкой обратимы для X вот из этого шара. что все они обратимы. Поскольку, ну, вот как это понятно. Ну, вот теперь смотрите. Функция φ очевидным образом непрерывна, правда, на шаре. Шар замкнутый. Замкнутое подмножество в РД компактно. Значит, непрерывная функция на шаре обязана достигать своего минимума. Ну, вот пусть W это точка, где минимум достигается. Значит, это W существует W такое, что φ от W это минимум минимум фи от х по всем х из нашего замкнутого шара х0r. давайте убедимся в том, что минимум не может достигать, опять-таки, если мы все аккуратно выберем достаточно малые Р и Ро, что тогда этот минимум будет достигаться обязательно внутри шара, а не на границе. Ну, давайте проверим это. Давайте рассмотрим F от W минус Y в квадрате. Ну, во-первых, поскольку W это точка, где достигается минимум, то это заведомо будет мажорироваться F от х0 минус Y в квадрате. Х0 тоже лежит. А это расстояние у нас это ведь есть Y0 минус Y в квадрате, это есть Ро квадрат. Ну, меньше либо равно, прошу прощения, поскольку Y в шаре. Это для точки, где достигается минимум. А теперь давайте возьмем Х на границе. Пусть Х лежит на границе. Тогда F от Х минус Y это будет то же самое, что F от Х минус F от Х нулевое плюс F от Х нулевое минус Y. так ну и это больше либо равно так больше либо равно вот выделим вот так вот скомпонуем члены больше либо равно F от Х минус F от Х нулевое минус F от Х нулевое минус Y. Ну и дальше можно написать, что это больше либо равно F от Х нулевое это Y нулевое так ну и это будет больше либо равно во-первых вот тут я использую тот факт, что функция F Билипшицева больше либо равно C на Х минус Х нулевое так минус а второе слагаемое заведомо у нас поскольку это Y нулевое Y нулевое минус Y норм норма разности не превосходит Ро поскольку Y выбрана из шара с центром в точке Y радиус Ро значит если я заменю второе слагаемое на Ро то тем самым оценка только улучшится так вот ну а это больше поскольку если точка Х лежит на границе шара то X минус X ноликом равно R значит это равно CR минус Ро ну смотрите теперь если Ро выбрано достаточно малым это величина положительная и тогда из этого неравенства из этого неравенства будет вытекать такое неравенство что F от X минус Y в квадрате будет больше либо равно квадрата этого выражения значит вот при достаточно малых Ро это будет положительно и тогда получим здесь CR минус Ро в квадрате вот ну и теперь смотрите значит это некоторая величина что при всех достаточно малых Ро мы имеем эту оценку и значит теперь остается и понятно совершенно что если Ро мы уменьшаем то вот эта вот вещь стремится к CR в квадрате а здесь Ро квадрат стремится к нулю значит тем самым что же можно сказать можно сказать следующее что если Ро квадрат меньше чем CR минус Ро в квадрате то есть если Ро меньше чем CR минус Ро то есть если Ро меньше CR пополам то сразу видно что действительно на границе значение на границе будут больше либо равны что там минимум не может достигаться потому что в точке минимума в той точке где минимум достигался у нас оценка в другую сторону это согласны с этим хорошо значит получили следующее заключение получили что минимум достигается внутри ну а что означает что минимум достигается внутри это означает что в точке W это локальный минимум правильно локальный минимум ну а в силу того что мы сегодня обсуждали раз там локальный минимум значит градиент фи в точке W равен нулю ну вспоминаем что фи от х это есть f от х минус у норма в квадрате ну если расписать это выражение через координатные функции то значит давайте считать что Y это точка с координатами так да у нас размерность D то тогда значит это есть сумма квадратов f катая от х минус у в квадрате по k от единицы до d где f катая это координатные функции нашей функции f ну и тогда частная производная по dxk dxg будет равна вот чему удвоенная сумма по k от единицы до d d fk по dx g от x k от x f k t от x минус y в квадрате x x в квадрате y x 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 Ну и что же, значит, раз этот градиент должен равняться нулю, ну, это означает, что вот эта сумма dfk по dxg xk fk t от x минус yk в квадрате по k от 1 до 2 должна равняться нулю. Вот. А что же в этом условии мы видим? Мы видим применение, значит, собственно, просто-напросто умножение матрицы якобы на вектор fk t от x минус yk. Только почему в квадрате? Без квадратов, естественно, здесь уже. Без квадратов. И это означает, что fk t от x – это решение системы линейных уравнений. Вот матрица которой есть как раз матрица якобы. По предположению, значит, наш дифференциал, ядро его тривиально, значит, детерминант этой матрицы отличен от нуля и, стало быть, существует единственное решение. Так? Ну, а невооруженным глазом видно, что если вы возьмете fk t от x равно yk, то это решение. Так что единственное решение, которое есть, дается именно… Так, подождите, только здесь, наверное, все-таки, наверное, w должно стоять уже в точке w. А, ну, вот правильно. Если я возьму x равное w, то я получу решение. И получу 0. Значит, тем самым получили, что существует x действительно в нашем шаре, внутри нашего шара, такой, что f от x равняется y. Но это и означает, что образ f от u содержит некоторую окрестность точки y к ноликам. Вот. Ну вот. Вот так. Здесь, конечно, x, но решение получаем тогда, когда подставляем вместо x w. Оказалось, в третьей части. Итак, мы знаем, что у нас есть отображение f минус 1, обратное отображение. Давайте используем обозначение g для этого отображения. g для простоты. Ну и… Что можно сказать про g? g действует. Мы будем его рассматривать на вот этом самом шаре с центром в y к ноле радиусы ρ. Ну и он будет… Образ этого шара будет содержаться в bx0 r в замыкании этого шара. Теперь, а в минус 1 существует, по предположению. Давайте использовать обозначение b для этого оператора. Ну, возьмем y достаточно близко к y с ноликом, меньше ρ. И будем использовать обозначение x для g от y. Вот картинка, как я уже рисовал. Вот здесь у нас точка y нулевое. Это у нас b y нулевое ρ. Ну, а соответственно, отображение g, это обратное отображение, действует. Здесь мы попадаем внутрь bx0 r замыкание. Значит, вот мы куда-то внутрь попадаем. и g от y – это x. Это x, который есть g от y. Вот такая картинка, которая поможет нам дальше ориентироваться в том, что происходит. Ну, вот теперь мы знаем, что f от x можно представить как f от x0 плюс a на x минус x0 плюс фи от x, и при этом фи от x есть у маленькая от x минус x0 при x, стремящемся к x0. Давайте перепишем вот в новых обозначениях, что это означает. Значит, f от x у нас y, так ведь? Значит, получим, что y, ну и перенесем f от x0 влево, значит, f от x0 – это y0, равняется a. А x минус x0 заменим на через g. Значит, получим g от y минус g от y0. Ну и давайте теперь применим a в минус 1. Тогда получим вот, что g от y минус g от y0 – это есть. Я применяю a в минус 1, здесь будет b y минус y0. f минус 0, так, минус b, g, простите, фи, фи от g от y. Вот так. Ну, что мы здесь видим? Мы видим, что приращение функции g, это обратное f минус 1, вот представлено в виде действия некоторого линейного оператора, а именно того, который нам нужен, а минус 1, так? Ну и плюс некоторая добавка. Вот если мы докажем, что эта добавка есть o маленькая от y минус y0, то третья часть будет полностью доказана. Мы получим то, что надо, мы получим то, что обратное отображение дифференцируемо в точке y0, и дифференциал равен как раз b. Хорошо. Значит, итак, надо изучать вот это вот слагаемое, проверять, что это слагаемое малое. Значит, итак, покажем, что b, фи, g от y есть o маленькая от y минус y0. Значит, заметим следующее, что поскольку функция, наше отображение f билипшицева, то обратное отображение будет липшицева. Ну, действительно, смотрите, мы знаем, что f от x минус f от y больше либо равно c x минус y. Ну, нехорошо, у у нас, Аня, это для другого. Давайте здесь поставим букву u. Ну, это означает, что x минус u не превосходит единица на c f от x минус f от u. Ну, и если x, это f минус 1 от чего-то, то мы получим f минус 1, скажем, от s, минус f минус 1 от t не превосходит единица на c, а здесь как раз получим t минус s. Так что получим липшицевость для обратного отображения. Достаточно малые окрестности. Так что, тем самым, что это означает? Это означает, следовательно, наше отображение g липшицева. Липшицева. Ну, возьмем епсилен больше нуля. Тогда существует дельта больше нуля. Дельта такое, что из u минус x нулевое меньше дельта следует... фи от u будет меньше, чем епсилен на u минус x нулевое. Вспомните, вот это соотношение. Это следует из того, что фи от u есть u, u маленькая от этой разности. Ну, вот, меньше епсилен. Хорошо. Теперь возьмем y так, чтобы y минус y нулевое было бы меньше дельта 1. Где дельта 1 некое малое число. Дельта 1, выбор которого уточним чуть-чуть позже. Ну, вот что у нас тогда можно написать? Тогда можно написать, что g от y минус g от y нулевое не превосходит. Вот, единица на c дельта 1 для достаточно малых... Если мы выберем дельта 1 достаточно малым. Ну, и возьмем так, чтобы это было меньше, чем дельта. То есть, тем самым, дельта 1 берем просто меньше, чем c дельта. Значит, вот условие на дельта 1. Дельта 1 меньше, чем c дельта. Ну, вот тогда мы получим следующее, что фи от g от y модуль не превосходит. Эпсилен на g от y минус x0 в силу вот этого неравенства. Ну, а это то же самое, что эпсилен на g от y минус g от y нулевое. Так, и это не превосходит эпсилен, единица на c, y минус y нулевое. Поскольку разность между вот этими двумя значениями, g от y и g от y меньше дельта, значит, я могу использовать это неравенство. Ну, и теперь сразу мы получаем следующее, что b фи g от y не превосходит нормы b на норму вот этого вектора, а это не превосходит эпсилен 1 на c, y минус y нулевое. Ну, и все доказано, посмотрите. Посмотрите сюда. Значит, вот эта величина фиксирована, так, норма b. Мы знаем, что оператор b ограниченный. Эпсилен фиксирована, единица на c тоже фиксирована. Ну, как эпсилен? Эпсилен мы можем выбирать, как мы хотим. И поэтому эпсилен мы находим окрестности, в которых достаточно малые, при которых вот это неравенство выполнено. Но отсюда и следует, что вот это все по отношению к модулю, к норме разности y, y нулевое, есть и маленькое. Если мы поделим на нее, то вот мы... Ясно, что мы можем всегда выбрать эпсилен настолько малым, чтобы это было меньше на период заданного эпсилен первого. Правильно? Ну, и тогда получим, что... Вот получим, что b фи от g от y. Вот эта вещь, деленная на y минус y нулевое, будет меньше эпсилен 1 при достаточно... При y достаточно близком к y нулевому. Но это и означает, что предел равен нулю, и это означает, что это и есть у малая. Ну, вот тем самым все доказано. Тем самым третий пункт доказан, а тем самым и теорема доказана. Дополнение. Дополнительная информация. Давайте предположим, что наше отображение f сделаем чуть-чуть усилим предположение. Мы предположили, что оно непрерывно дифференцируемо в точке. Давайте предположим, что оно непрерывно дифференцируемо в некоторой окрестности точки x0. Непрерывно дифференцируемо в некоторой окрестности точки Х0. Ну что, тогда по Лемме 2, по-моему, у нас вот дифференциал f в точке Х будет обратим при Х, достаточно близких к Х0. Ну там, вот. Тогда будет обратим при Х, близких к Х0. Ну и что же это означает? Ну это означает, что мы можем применить предыдущий результат не только для точки Х0, но и для всех точек Х, близких к Х0. Это понятно. Соответствующие условия, все, что нам нужно, нужно, чтобы… Смотрите, значит, вот у нас был Х0, теперь у нас есть некоторая окрестность Х0, и для любой точки Х из этой окрестности мы имеем ровно те условия, которые мы имели для Х0. У нас функция, она не просто дифференцируема в этой точке, но она еще и непрерывно дифференцируема, и дифференциал обратим. Это ровно условия нашей теоремы. Ну вот, значит, у нас… Значит, что мы получаем? Мы получаем, что в окрестности каждой точки Х, а стало быть, и во всей этой окрестности, есть F-1. Так, обратное отображение определено. И оно дифференцируемо, и его дифференциал ДФ-1 в точке У, теперь уже У – это Ф от Х. Ну, понятно, что это из той окрестности. Вот, Ф-У – вот этот дифференциал. Это есть просто ДФ, Ф-1 от У – обратный оператор к дифференциалу отображения Ф в точке Ф-1 от У. Ну, так как и по третьему пункту предыдущей теоремы. Ну, на самом деле, вот сейчас мы докажем, что вот при этих условиях вот это обратное отображение на самом деле в некоторой окрестности точки У с ноликом будет и непрерывно дифференцируемо. Значит, уже немного осталось. Теперь мы уже знаем, что оно дифференцируемо, и знаем вид дифференциала. Остается только проверить непрерывность. Значит, проверка непрерывности основана на двух таких замечаниях простых. Значит, вот... А именно на следующем. Давайте это оформим в виде леммы. Лемма-3. Лемма-3. Предположим, что А и АН – это непрерывные линейные операторы из РД в РД. Дальше предположим, что А обратим. Предположим, что АН сходится К. Ну вот тогда... Имеет место и такое. А именно, что начиная с некоторого номера, значит, поясните обязательно. Потому что я не могу утверждать, что при всех Н АН-ные обратимы. Но начиная... Тогда, когда АН станет достаточно близким К, он станет обратимым. И более того, обратные операторы, они по норме тоже сходятся к А-1. Вот что утверждается. Ну вот, я не помню, было это у нас или нет. Вот такое замечание, что если у нас есть отображение из РД в РМ, а потом из РМ в РН, ну, скажем, А, а здесь Б, то два линейных отображения, то композиция этих двух линейных отображений тоже будет линейным оператором. И норма БА, прошу прощения, не превосходит произведение норм. Если это было, то вы мне скажете, а если этого не было, то доказательство, оно мгновенно вытекает из определения нормы. Ну, действительно, смотрите, давайте возьмем БАХ. Что это такое? Это Б от АХ, значит, это не превосходит нормы Б на АХ. А в свою очередь, это не превосходит нормы Б на норму А на норму Х. Ну, и из этого неравенства видно, что норма БА не превосходит произведение норм. Значит, вот я сейчас использую этот факт. А используем мы его следующим образом. Значит, вот такое тождество. Давайте рассмотрим. А в минус 1 минус АН в минус 1. Давайте запишем в виде АН минус 1 на АН минус А на А минус 1. Вот. Вот посмотрите и проверьте, что действительно это так. Вот я умножаю АН минус 1 на вот это все выражение. У меня... А потом на А минус 1. Значит, первое слагаемое даст меня А минус 1. А второе слагаемое у меня уничтожится, останется АН минус 1. Так что это, конечно, тождество. Ну, а теперь вот смотрите. Давайте рассмотрим норму. А минус 1 минус АН минус 1 не превосходит нормы АН минус 1 на норму А на норму АН минус А. Норма А фиксирована. Так? А это фиксированный оператор, это константа. Что можно сказать про норму АН минус 1? Значит, по предположению мы знаем, что есть сходимость по норме. Но вы знаете, что когда по норме что-то сходится, то норма, эта функция непрерывная, то норма тоже сходится. Значит, норма АН минус 1... Сейчас, секундочку. Так, нет, это неправильно я сказал. Все, что нам нужно, нам нужно понять, почему норма АН минус 1 ограничены. Почему они ограничены? Так, ну, давайте сейчас так. Значит, если это так, а это должно быть так, то тогда вот эта вещь ограничена, а это стремится к нулю. И лемма будет доказана. Так ведь, значит, так же. Вот остается только понять, почему это верно. Ну, теперь давайте пока оставим это в стороне. Давайте вернемся к доказательству и закончим доказательство доказательство вот этого дополнения. Ну, тут уже дальше все ясно. Значит, что у нас? У нас... Сами вот эти вот операторы, они по предположению непрерывны. Ну, вот, применяем эту лему, получаем непрерывность того, что здесь. Так что в чистом виде сразу из этой леммы все получается. Значит, остается только вот понять вот это вот условие осталось. Ну, давайте пока отложим. Я подумаю и... Потом попозже приведу аргументы в какую-то пользу. Думаю, что это не должно быть сложно. Хорошо.